магия без рейн бафов полкум пить вообще такое блин а теперь этого кунди доллара сакиси поменять и даже что там 2 эритара тоже прикольно ну или такие помощника вот озаренных дремеев делаете они сразу два бафа дают группе и такой крит и этот не стадает все теперь у всех крит есть вот это а ты мастер зелий да но у меня мастер эликсиров есть тоже замечать что-то не сделал если только мастер но теперь на стойке же да да драконию ну да да конечно могу хоть час да сейчас я возьму реки я вот думаю блять о чем принципе пал получше будет танк чем этот чем вар на леди ну да я бы ревностный есть на трэш и прав это может быть поставить твой патч который у тебя там помнишь был какой-то на духов бойт где там духе увеличивается ты можешь кто-то высказать блат ты где сейчас был тут не суманишься когда я не будешь повезу да полить его дикон дубина конечно даже поделька большой танцов родынский и все и и и и и и и чем качать всем начала ребра убейте потом качается когда ждем чего ясно лиц этого сами звук ли вообще без дб играет ему нормально все видно ему похуй он этот мир видел сотни тысяч раз он побывал сотни тысяч всех селены но этот мир понятен и просто одесса купил себе все то вечно забываю попрошай ничего где-то макиса так чё у нас хантов нету нихуя нету короче надо чтоб человека 2 были на ренже и надо чтобы один человек когда босс начинает крутить вихрь то есть кастует подготовку к вихрю он сделал телепорт или blink звездочку было пускать по часовой стрелке он делает 4 рывка сначала звезду потом в кружок потом в ромбик потом опять звезду и со звезды обратно в центр возвращается к танкам чтобы управлять тем куда он будет делать рывок весь рейд к нему подходит ближе то есть к примеру вот он стоит в центре и все стоим бьем его нужно чтобы два человека стояла один в луне один в треугольнике и вот он начинает подготовку к вихрю в этот момент делает телепорт звездочку один человек и босс всегда выбирает самую дальнюю от себя цель из него делает рывок так только он сделает рывок сразу от босса надо отходить и с пока он стоит две-три секунды в треугольнике в звезде нужно чтобы кто-то добежал в кружок так надо значит подумать кто это будет должен быть кто-то кто не сдохнет ну давай вихторка сможешь в звездочку делать телепорт вот и соответственно и ты будешь стоять тогда на рэнже в треугольнике на рэнже в луне будет стоять химиса ну и того телепорт тогда давай будет в кружок за два нас как всем обрывов нету некуда падать вот вы оба стоите в этой хуне в это в метку за боссом кружок блять не кружок какая там стоит ромбик в нее будет пускай забегать какой-то милик давай кто это будет кто у нас самый ответственный история давай ты вот когда ты забегаешь ты забегаешь тогда когда босс из звездочки чаржинался в кружок вот ты туда забегаешь и ждешь как только он в тебя чарнется ты уже выбегаешь нам и дальше бьешь бегаешь рейд в это время когда босс крутится чаржится подходит ближе к боссу делается это для того чтобы босс не чаржинался в рейд а чаржинался в дальнюю цель все в принципе равник давай в танк тут три тонко надо по-любому еще раз объясни ближних метках как только он начинает крутиться сначала я телепортирую звезду потом химиса в круг и история заходит да а потом не заходите в круг когда он в звездочке да это химиса спрашивает история нет это по мы выпускаем по часовой стрелке он делает 4 рывка из центра первый рывок он делает в викторку звездочку когда он сделал туда рывок химиса уже нажимает телепорт в кружок он делает второй рывок в кружок в этот момент как он делает рывок уже история встает в роббик он делает третий рывок в историю и в этот момент викторка опять идет в звездочку и он делает четвертый рывок после этого после этого он не делает больше рывков он только 4 рывка делает и возвращается к танкам рейну рейду надо находиться ближе к боссу чем самые дальние люди потому что если рейд будет дальше а те в кого он должен чажется ближе к боссу то он чажется просто в рейд вот и все то есть луну он вообще не прыгает правильно луна у нас просто для того чтобы перепрыгнул человек это это примерно это примерно треугольник где должен находиться рейд вот от луны до квадрата до треугольника и до луны это примерно бегание рейда вот это вот территория все во время вихря мы его бьем как там дамаг у него или мы на центре стоим милики во время вихря мы передвигаемся по этому маленькому треугольнику по возможности те кто имеют хорошее передвижение то объем босса на максимальном рынже и объем шипы в приоритете то есть все милики если увидите шипы вы бьете шипы ртд в приоритете босса бьет потому что свечица в шипы будет потери дпс чё там не на столе ну то есть при вихре его можно добить он не шот да не шот главное в луже не стоять вот лужа шот ну и самое главное если вдруг виктор q или этого химису возьмет на шип все рдд вот маги приготовьтесь лог имя имен ps вадикон именно от вас зависит их надо разбить потому что если они вдруг вдвоем окажутся на шипе уже пойдет пойдет прям через нас через вас через рейд через жопу босса и если вы из нее не выбежите ну один тик еще хуй с ним два тика вы 10 процентов хп у вас останется вас просто убьет все чек на пул саппорт пить да не надо д и это сильно прям просиливать и давай как-то разделим значит она вен частицу на воде держи пола частицу на и велаше и прохиливать и рарника а бидон наверно папа войду тоже давай по мне авто так еще будет идти этот щит земли так мы все готовы да посмотрим первый был рыбу сейчас рыбу нам где она у меня там а вот самое главное что запомните здесь это приоритет шипы и второе выходить служу и все пиздец остальное все вот эти люди которые с меткой бегают делают плюс танки плюс хилы всем остальным ну и танкам их вам ну танкам похуй на лужу хилам и ддр дд надо выходить служим если вы не будете выходить служи вы будете вайпаться тут дп до посинения это самое важное потому что лужу дамажит очень сильно хп у босса очень мало ну для дпс ну хватает то есть мы его убиваем дает счет давайте герой поискать готовься викторка по команде нажмешь телепорт там дальше будешь сам смотреть нажимай все все этот в кружке уже стоит челик поближе к боссу и бьем шипы в ромбике уже встречали поближе к босса немножко подойдите служи выйдите все это последний рывок сейчас за спину к боссу так давайте захиливайтесь выходите немножко переходим вправо по по шагу переходите там ревна меня пробили так синтек лесой до носка виллаша сдох вадик он все все уже уже не надо уже не надо не через ложимся ты когда этот самое главное секунд самое главное викторка когда ты чаргнулся в звездочку и ему надо идти в этот когда он в кружок чаргнулся короче ему надо чаргнулся в ромбик ты вместе с рейдом подходи поближе к боссу чтобы босс снова налево не чаржился но на его по кругу пустить ну нормально служишь в ходе два носка не пережил на на вихре если видишь что тебя пробивают там или ты в лужу наступил нажми глыбу или щит маны ну как-то это блоковский камни еще возьмите и как-то выживи короче тут важно не сдыхать потому что брф у нас не дохуя ну и когда вихре ну говори потом скажу когда танк падает здесь два танка не могут прожить их что-то будет чё ты хотел на вихре милика может стоять в одной точке с рдд на тело когда шип костят ну чтобы мы сразу все сбивали его чтобы не получалось что милики убегают убить ребро до рддшники на центре стоят и потом когда шипы к костится нам нужно обратно бежать чтобы она точечно шипы убивать то есть мы бегаем туда-сюда ну как вариант сессора да как вариант можно вихрь там по моему секунд 20 до бирсы 10 минут самое главное это силы как вы там хилите бидон так ну 2 х пала тут вся надежда на вас пробивает очень сильно может бидон туда поменяем но он типа вообще не хилит по сути ну кроме цепухи ничего не сможет хилить на кого брать вместо него ну блядь я не знаю туда добраться при призаны или акису спекнуть вершама нормального да просто дополнительно спекнем ну или так давай акиса спекне из дополнительного хила голос там с маной нормально все синтека или у бисера с маной короче акиса тоже будешь шестым хилом получше может на вихре будете жить то моментальные вот эти запухи используйте на вихре когда просадка большая и давай щиток пускай бидонов скинам не будет хотя нет акиса на войду кидай а бидон кидай на этого на и вилашу двойная цепуха от вас будет если лететь в танков побольше шансов лучше нас не не просадит самое главное когда шипы кастуются если там хил на шипе вот только тогда прожимайте прожимку потому что когда хилы не на шипе они нормально хилят то есть он стопом нас все рыбы стоит но уже ледяная жена да да еще раз напомню мы по часовой выпускаем и когда босс чаржнулся куда-то то весь рейд к нему поближе подходим чтобы цель следующая которая вот он чаржался звездочку мы примерно возле треугольника стоим ну немножко не доходя 10 метров челик уже хими состоит в кружке когда участвуются в кружок мы ближе к луне перебегаем и этот самый чтобы он в роббик чаржался мы должны находиться ближе к боссу чем чем этот чем роббик то есть мы возле луны должны находиться где-то тогда он чаржнется в роббик и когда в роббик чаржнется опять их только в звездочке стоит и мы ближе к боссу там центре стоит и все потом у звездочки пойдет центр ну и самое главное слушаю ходите там уже как удобно даю отчет так на первом вихре масса группа light и я буду не зыбку давать на втором вихре и вилаша 34 и на вверх масса круг а на третьем вихре равник масса круг и повторяем потом так я даю не зыбку поближе к боссу подбегаем шипы пьем и стали на шипе поближе к луне подбегаем поближе к луне подбегаем когда он в тебя рывок делать сразу убегает туда все ждем его в центре гибель луне подбегаю На следующий вихрь Вилаша Т4. Передвигшим все поближе к боссу кроме Вихторки и имя имен в ромбик пойдешь в кружок в кружок пойдешь можешь уже на РНЖ стоять в районе луны вместо химиси потому что он сдох давай тогда против часовой сейчас звездочку поближе к боссу подходим Поближе к треугольнику подходим Че шип кинул что ли? Шип нахистория Ну да как и меня А че вы стоите он к вам побежал вы от него убегаете уже так же надо? Ну да потому что он огонь под себе спавнил Вы убегаете когда он к вам бежит уже? Просто я такой хер не ожидал что он сразу огонь выкинет Он сразу всегда китает когда рывок делает четверную лужу эту свою Ладно я думаю это параша давайте еще раз ложимся Ложимся Ничего сложного нет выбить выбежать с лужи Просто он у вас рывок делает сразу оттуда убегаете Все смерти все смерти это от лужи Хотя ща посмотрим Пускай дом GTO поставят Если лужу плохо видно там поставьте частицы побольше Подкрутите в настройках Посмотрим от чего умирают Там первые от их я умирали в основном В основном все кто умер от вихри Ну вообще вот вихрь костей когда рядом с боссом стоишь Он бьет вот 15 тысяч по этому 15 18 тысяч Ну да Химису убил А там всех вот убил там Вот до меня Чем могу помочь? Ну не Меня он не вихрь убил Меня меня своим огнем Просто вихрь добил Ну 15 и 18 тысяч это как бы нихуево Есть такое Ну есть вариант милика впусти и бегать туда И вообще стоять на ранже Да не я вытяжу Просто я случайно на огонь забежал Я считаю надо порталы ставить на оборотник Звездочки а в треугольнике Звездочку всегда ну в дальнюю я имею в виду точку В дальнюю точку забежать перед лужком всегда успеешь Вот улететь Ну уже хуй не обрываю совсем Так что я щас переставлю порт Да да переставьте порт Чтоб было удобно хоть съебаться Да так лучше Ну здесь такой Вот как он рывок делает сразу От него убегаешь Короче так же и Вихтург и Химису так же сделай Ну а их история ты забегаешь В эту хуйню Как видишь босс у тебя чарджится просто Убегает да и все Угу Ну или если он до тебя дочаржился и ты ну Автотакуешь Да ложный Самое главное смотрите внимательно на лужу Ходи очень сильно вас дамажит Короче я вам больше скажу Пускайте босса по какой хотите стороне Куда хотите Но это Самое главное Тот когда рывок сделал Мы поближе к нему весь рейд подходит Чтобы он дальнюю цель выбирал А кто там это будет ромбик или кружок без разницы Бафните кулак Так Приступав дайте им тут уже Вырыбай кулаки до раздайся 5 4 3 2 один хил на шипе это еще не страшно если два там будет 3 сразу начинаем пружим очки отдавать ключи там все хуйни а то есть да 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 Абонир! Беги, малыш! Абонир! Беги, гейм! Беги, гейм! Беги, гейм! Беги! Беги, гейм! Это последний вихрь. Шипы быстрее разбивайте и выживайте. За спину босса. Перебегаем танки. Смотрите, от меня не отстаньте, а то он может убить. Немножко к стороне ромбика. Давайте подойдем. Все нормально. Все, главное, не торопитесь никуда. Просто на вихре выживайте. Большое внимание на выживание. И все, и босс упадет. Пускай так из стороны в сторону бегать, да и все. И в лужу, главное, не стойте. Не засыпайте, когда вы просто за спиной босса стоите. Может через вас лужу пойти. Если в РДД. РДД есть и шип, то разбивайте его. Озвучивайте там. Все, вихрь. Вилаша Т-4. Поближе к боссу. Поближе к боссу. Двигаемся. Боссу, 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 боссу. Боссу, боссу, боссу. Чтоб дальней точкой... И одной кучкой. Чтоб дальней точкой звездочка была. Или ромбик. Вот ромбик. Опять поближе к квадрату. Вот видите, как удобно все пускает лужи. Это последний рывок. Сейчас, когда он будет идти в центр, танки в квадрате стоим. Выходите с лужи. За спину босса стоим. Сначала с лужи выходите. Встаньте там, шаманы. За спину. Все. Повторить еще три раза и все. Дальний шип. У меня сокры нет. Не откатилось. Мы по очереди будем свелошедовать. Я на третью, а вот на четвертую. Все, даю Т4. Бизбор. Бидон, ставь тотем. ХП сагим на ману. Чипы бейте. Движит босс. Служу, служу, выйдите. Бисер на хп, да? Все, сейчас он будет возвращаться в центр. Немножко назад к входу отойдите. Сейчас за спину босса вставайте. Все, танки встаем. Вадикон, рез и песса. Каску, лапу, приставав. Вставай, где он там? Дальний шип. Каску, лапу, приставав по нему. Шип в треугольнике. Разбейте РДН. Древностный. Это на рарнике. Смотрите, хорошенько рарника хитит. Холли Пау. Вилаш, Т4. Внимательно смотрите на лужи. Внимательно. Поближе к треугольнику, к луне. Только в лужи не забегайте. Не купайтесь в них. Все, шипы бейте. Поближе к квадрату. Есть и лужа, похуй. Вставайте куда-нибудь. Только не в лужу. Сосдох, блядь. Это четвертый рывок был. Живите, давайте. Поближе к входу. Отходите, рейд. Сейчас тут танки в квадрате стоят. О, для опериагри, я за опериагри. Подбегаем. За мной, за мной подбегаем. Сдохну. Танков хилим хорошенько. Еще один, наверное, вихрь и все. Ручим и сошли. РДД разбить не желают. Поближе стойте, чтобы РДД не приходилось. Там экрана 380 поворачивает. Там на маны есть. Вот он, еще. Да, Акиса ставь тотем. Бисерки в лечении. Блядь, шип. После шипа. Или сбилась. Хил, хил, хил. Не, не, не. Последний вихрь и добьем. Живите на вихре. У тебя сейф есть, да? Да. Дал Т4. Движек босс. А что мы геро не давали? Ну давайте геро, блядь, хули. Вол, блядь. Давайте быстро. Проще захилить будет. Поближе к боссу. Подбегаем. Лужи, лужи. Главное в лужи не забегать. Вот шипы бить. Квадрату поближе. Лужи криво. Лужи криво. Если лужа, прям не думайте, куда там ближе, не ближе. Просто выходите с лужи. Приоритет выйти с лужи. Иначе вы подохнете. Все. Все. Все, 8 лямов добиваем. Ну минус, когда вот босса хп много было, там 140 лям. Лук шипи. Минус тактики в том, что милики не бьют. Хотя они могут бить. Но вот эта бегушка туда-сюда. Ну а леди, леди очень сложный босс. Но если понимать, что делать и в чем приоритет. Вот как на ребре, приоритеты выйти с лужи, там так же если все исполнять, тут тоже будет падать босс. Если леди убьем, 8 боссов точно убьем. Не думаю, что миликам нужно бегать. Потому что все будут бегать, чтобы разбивать корабли. Так, давай. Говно выпало, конечно, блядь. И не ожидал такой худи. Всякая параша выпала. Так, что у нас там? Кольцо. Скорость меткости. Это на какого-то рогу, да? На другую дорогу, ахо. Ты никому не надо. На мишку. На мишку возьму. На мишку. Что, рогом не надо, что ли? Я понял. Нет. На мишку. На мишку. На мишку вообще такая злупа, на самом деле, если честно. Нормально, у меня меткости нет. Вот там 60 меткостей. У меня кольцо с этим рейтингом бронит. Так, этот Бризон будешь брать? Ну так, отдавать тебе на НХ или ему на успех. Ну и что? Там ХП дохуява тебе. Ну у меня меткости нет, понимаешь? Я западу, я нужна в силу. А что у нас стоять? Бейте потихоньку треш, конечно. Вот эта параша бесполезная, ее в принципе никто не носит. Че там, перчатки, дух хаст. Распыл. Ну и эта параша тоже, наверное, никто не носит. Может, ханты какие или энхи, я хуй знает. Для нашего господина нет ничего невозможного. Его сила не знает границ. Ничто не может сломить его. Сука, блять. 277-й шмот на распыл. Да, да. Буквально. Ребята, пришли мне, чтобы деваться, чтобы контент закрывать. Мы ради идеи здесь. Милых, Саша, помыслить.